Далее таблица 49 показывает разводы по продолжительности браков в странах Южного Кавказа. Можно заметить, что доля молодого возраста разводов, как видно, по продолжительности браков до 5 лет больше всего в Азербайджане. В Армении больше всего разводы по продолжительности браков в более поднимем возрасте, а в Грузии где-то среднее между Азербайджаном и Арменией. И можно увидеть, что средняя продолжительность браков, разводы по продолжительности браков в среднем меньше всего в Азербайджане. То есть разводы после браков быстрее наступают, это где-то в пределах 10 лет. В Армении дольше всего, это 14 лет, и вот между ними как раз в Грузии 12 лет. Далее таблица 50 показывает внебрачную рождаемость, как известно, то есть родивших женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. То есть, как принято говорить, внебрачная рождаемость в странах Южного Кавказа. Можно заметить, что еще в 1989 году меньше всего процент небрачной рождаемости, то есть, сколько детей рождаются от всех родившихся в процентном отношении в незарегистрированных браках, было меньше всего в Азербайджане, а больше всего в Грузии. В Азербайджане до 2005 года она сильно увеличивалась, а потом снизилась до 12%. В Армении тоже увеличивалась, а потом снизилась до 10% практически. В Грузии увеличивалась также. Практически в 2005 году половина родившихся были внебрачные. Однако, за последние 3 года она снизилась, но все-таки практически в 3 раза выше, чем в Армении и даже чем в Азербайджане. Следующая таблица показывает умерших от основных причин смерти в странах Южного Кавказа. В период 2004-2005-2008 годов приведены только основные причины, как было сказано, и можно заметить, что в Азербайджане это болезнь системы кровообращения. Они практически не очень, не сильно, но за последние 8 лет несколько увеличились. Увеличились и умершие от новообразования. Снизились зато смертность от болезней органов дыхания. Практически несколько изменялось, но не очень, болезни органов пищеварения и так далее. В Армении положение несколько иное. Умершие от системы кровообращения на 100 тысяч населения увеличились, однако несколько снизились в 2008 по сравнению с 2005 годом. Но значительно увеличились умершие от новообразования. Также от болезней органов дыхания. От болезней органов пищеварения. От травм, отравлений и так далее. В Грузии болезни в системе кровообращения. Умершие от этих болезней. Несколько снизилось и потом стабилизировалось. Также несколько снизилось и стабилизировалось. Хотя немножко совсем поднялось. Умершие от новообразования. Снизилось от болезней органов пищеварения. Зато увеличилось от травм, отравлений и несчастных случаев. Другая таблица, 54-я, показывает младенческую смертность по основным классам причин смерти в странах Южного Кавказа. Период взят 1989, 2000, 2005 и 2008 годы показывает умерших на 100 тысяч живорожденных. Можно заметить, что в Азербайджане по данным местных статистических органов заметим. Общая от всех причин младенческой смертности значительно снизилась по сравнению с 1989 года. Хотя эксперты ООН и проведенные исследования указывают, что уровень младенческой смертности очень высок по сравнению с официальной статистикой. Видно из проведенной таблицы, что болезни органов дыхания, младенческая смертность от этой причины все время снижается. Несколько поднялась, значительно уменьшилась также смертность от инфекционных и паразитальных заболеваний. Ну и практически от всех других заболеваний тоже, если не считать совсем-таки незначительные другие причины. Ну и также 55-я таблица показывает опять-таки младенческую смертность по основным классам причин смерти. Только для Армении годы те же самые. Можно заметить, что в Армении тоже значительно снижается умерших от всех причин, то есть общая младенческая смертность. И что главное, очень снизилась смертность младенческая от болезни органов дыхания. Также от инфекционных и паразитальных заболеваний, также от состояния возникших в перинатальном периоде и так далее, и так далее. Если не считать врожденные аномалии. В данном случае два с лишним раза больше умерших от этой причины было в 2008 году, чем лет 20 назад. Ну, от травм тоже очень снизилась смертность и от органов пищеварения, и от других причин тоже. Что касается Грузии, 56-я таблица показывает тоже младенческую смертность по основным классам причин на 100 тысяч вырожденных. Видно, что практически от болезни органов дыхания в 2008 году значительно снизилась смертность по сравнению с 20-летним периодом данными. Также от инфекционных и паразитальных заболеваний очень значительное снижение смертности младенческой смертности. Зато повысилась практически два с половиной раза почти младенческая смертность от состояния возникших в перинатальном периоде, а также от врожденных аномалий снизилась от травм и отравлений. Другая таблица, 57-я, это уже прогноз численности населения стран Южного Кавказа. Дается он по среднему варианту прогноза ООН. И далее всегда будем приводить средний вариант прогноза ООН. Ну, период 2010-й, 10-й для сравнения, и 2050-й дается в тысячах, как вы видите, и через каждые 5 лет, 2010-й, 15-й, 20-й и так далее, до 2050-го. Можно заметить, что население Азербайджана неуклонно растет, включая 2045-й год, но об этом мы уже говорили. В принципе, только после начинает снижаться. Для Армении это уже после снижения наблюдается, после 2025-го года. А для Грузии снижение по оценкам, повторяю, это данные, и для оценки его, снижение населения уже происходит в настоящее время. Ну, снижение численности разумной войны. Ну, следующая таблица проведена, то есть 58-я таблица показывает численность мужчин и женщин, то есть половый состав по странам Южного Кавказа. Я тоже повторяю вариант прогноза через каждые 5 лет, 2010-2050-го года. Можно заметить, что в Азербайджане, в Армении, тем более, и в Грузии численность женщин за весь указанный период превышает численность мужчин. Другая таблица, 59-я, показывает численность и долю женщин 15-49 летнего возраста в странах Южного Кавказа, 2010-2050-е годы. Ну, опять-таки, средний вариант прогноза. Ну, период тот же самый, вы видите годы таблицы. Ну, видно, что в Азербайджане в конце рассматриваемого периода, то есть в 2050-м году, численность женщин фертильного возраста снизится по сравнению с современным периодом. А также снизится и доля, довольно-таки значительная доля женщин фертильного возраста. Такое же положение, то есть снижение как численности, так и доли женщин фертильного возраста наблюдается и в Армении, и в Грузии. Следующая таблица, 60-я таблица, показывает долю населения по укрепленным возрастным группам в странах Южного Кавказа. Ну, процентах, то есть. Опять-таки, средний вариант прогноза. Можно заметить, что население молодого возраста уменьшается. Это как в Азербайджане, так и в Армении, и в Грузии. В принципе, только увеличивается несколько... В 40-е годы, в 2040-е я имею в виду, незначительно. А что касается доли населения 65-летнего и старшего возраста, она в Азербайджане, и тенденция, и также в Армении, и также в Грузии, все время увеличивается. Ну, некоторые снижения наблюдалось, скажем, в Азербайджане и в Армении, незначительное снижение. Где-то будет наблюдаться в начале, то есть в настоящее время наблюдается по оценкам. Ну, что следует сказать, что... То есть демографическое старение тоже показывается, вы знаете, уже 65-летнего и старшего возраста. В Азербайджане она меньше, чем в Армении, а в Армении меньше, чем в Грузии. То есть уровень старения населения больше всего наблюдается в Грузии, далее в Армении и далее в Азербайджане. Однако следует отметить, что уровень демографического старения очень высокий будет в 2050 году, как в Грузии и Армении, так же и в Азербайджане. Хотя, повторяем, в Азербайджане она будет ниже несколько, чем в Грузии и в Армении. Давид.